Пройдет в рамках ярмарки и четвертый среднерусский экономический форум. Его открытие запланировано на 11 июня. На этот раз в центре внимания снижение зависимости экономики регионов от общемировых процессов. Продовольственная безопасность, молодежное научное творчество, развитие малого бизнеса и другие направления объединены общей темой государственное регулирование экономики регионов. О том, как идет подготовка к масштабному событию, расскажет моя коллега Алина Фурсенко. Своё участие в форуме подтвердило уже 950 человек. Куряне – гости из Рязанской, Воронежской, Костромской, Тверской, Липецкой и других областей, представителей федеральных министерств и ведомств. Ради форума обещал отложить дела и новый министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Ленарное заседание у нас проходит, скорее всего, в двух частях, потому что у нас очень большой состав президиума, очень много влиятельных людей, которых мы хотим, чтобы поучаствовали в дискуссии. Ведущий Гордон Александр Горьевич, который тоже с большим интересом и с большим энтузиазмом отнесся к этой идее. В прошлом году в центре внимания было развитие человеческого капитала. В этот раз речь пойдет о государственном регулировании экономики регионов. Если раньше тема государственного регулирования, да, она, наверное, была очень такая сложная, и многие, наверное, эксперты говорили, оставьте, пожалуйста, бизнес, он сам себя отрегулирует, да, ну вот как мы обычно так слышим, то сейчас, конечно, все понимают и надеются на тот же госзаказ, да, на те же, соответственно, стимулы, которые государство будет давать для развития тех или иных секторов экономики. После официальной части дискуссии по традиции продолжатся в рамках тематических секций и круглых столов. Форум пройдет в области в четвертый раз, и теперь он, уверены эксперты, окончательно вырос из приложения к коренской ярмарке. Это самобытное масштабное мероприятие. Проведение вот на хорошем уровне, на мой взгляд, первых трех, сегодня вызывает все больше и больше интерес и у министерств, и у ведомств, и у наших коллег из регионов, да, значит, мы на правильном пути. Кроме того, впервые в рамках форума пройдет мастер-класс для журналистов, как сделать позитивные новости узнаваемыми. Его проведут наши коллеги из российской газеты. Алина Фурсенко, Андрей Дегтярев, телеканал СЕИМ.